Так, итак, вот у нас есть колечко, которое одевается сюда, и через него идут болты. Это переходное колечко между этим, как шайбочка, и вот этим. Вот. Здесь у нас внутренний диаметр. Начали, все по диаметрам идем. Отверстие 17. 17. Под ротор, который одеваете сюда, здесь плотное. 37,2 десятки. Высота здесь 6 миллиметров, вот сюда. Тут убираем фаску, скругляем. Здесь зачем-то я сделал уступчик такой, ну так надо было, в общем, там, наверное, чтобы стекало. Я все делал по образцу, по той шайбе, и так, на глазок, на перекос. Когда одеваешь ротор потом, сразу одеваешь по месту ротор, засверливаешь под резьбу отверстие, и нарезаешь резьбу. Все не снимаю. Тогда нормально получается, все, и идеально совпадут отверстия. Потом здесь, здесь глубина 8 миллиметров. 8 миллиметров. Ну тут потом уступчики, и в итоге выходит сюда на 2,5 миллиметра в конце у меня. 2,5, где-то так. 2,5. Наверное, можно и 3 сделать спокойно. Но я почему-то вышел на 2,5. Так, здесь вот это отверстие, где я сделал, ой, это не отверстие, а вот это вот. У меня, сейчас я скажу, сколько здесь размер. Так, 59. 59, это вот это, вот куда ротор крепится наружное. Здесь, здесь у нас получается... А вот такие две штуки были. Внимание, где-то. Внимание. Тонких. Ну сейчас посмотрим, тебе. Пока засверливай дальше, потом найду. Давай сейчас запишу, потом найду. Так. Итого, наружный диаметр надо делать вот как в этом кольце. Можно даже эту цельную деталь делать. Она 88, а толщина ее 6. И здесь еще 2,5, вот эта высота. Вот, вот, вот и считайте. Вот и считайте. Можно, если так, цельную сделать. Для чего это было сделано? Для того, чтобы оно здесь вот под спицы было, а здесь еще не мешало туда. И получается ровно столько, сколько надо. А внутренний... Внутренний 60... 69. 69. Внутренний 69. Так. Вот оно садится когда. Это колечко садится по эту. И я тогда расцвеливал тоже здесь. Здесь у нас получается... Это я снял, эту высоту я только снял, глубину. Так, какой я еще размер не снял? Вот этот вот 2,5 сказал. Вот здесь важно. Здесь вот эти уступчики сделаны не просто так. А эти уступчики сделаны потому, что здесь у нас вот подъем. Это вот садится одна часть на это. Вот здесь по подъему точно сказать. И тут еще про точки канальчики. Значит, даем сразу. После малого следующий размер. И тут я все подгонял, в принципе, резцом. Поэтому тут сложно сказать, сколько тут. Чего тут мешает этот. Выкрутить надо. Размеры снять не могу. Здесь так у нас походит. Один маленький уступчик. Там где-то миллиметр будет. Он 30. Теперь внутренний общий. Он 35,3. Теперь с переходом таким косым. Тут сложно сказать, тут надо резцом шмакнуть и все. Но здесь у меня был на 49. 49 и... 49,3 десятки. Так, теперь глубины. Глубины. Глубина этого от ротора отверстия. Сейчас скажу, да сколько она глубина. Глубина там упрется сейчас где-то. Упирается, да? Будем считать. Все на глазок, вы видите, как все замеряю. Идеально всегда получается. 8 миллиметров. Глубина здесь, где на 30 уступчика. Это миллиметр и четыре десятки. Глубина от самого верха. Нет, тут проточка. Нет, тут просто там был выступ-то. От самого верха глубина. 8 и... 8 и 5 десяток. 8 и 5 десяток. Вот. Эта проточка, тут сложно сказать, на сколько угол. Но все это быстро делается. Теперь важно что? То, что вот здесь вот, где отверстия у меня идут. Я рисочку делаю. Делал этим резцом. Чуть-чуть делаешь рисочку резцом. Чуть-чуть так, аккуратненько. И получается у тебя... У меня. Чуть-чуть аккуратненько рисочку резцом на... Рисочка делается на 77,5. 77,5. Рисочка делается на 77,5. И потом керниться вот посередине этих отверстий. Керниться. И после того, как накернилось, тогда я делал просто. Вот так ставил эту деталь. Насквозь. Засверлил отверстие. Нарезал резьбу. Закрутил винтом. Потом с другой стороны засверлил. Нарезал резьбу. Закрутил. И дальше. Джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик. Все. Тогда они все соосно. Все подходит. Все. Прямо уже прикрученным ротором. Все. И вот эта деталь сюда. И потом все винтиками соединил. Все. Вроде все размеры я дал. Что я тут не дал, то забыл. Естественно. Потому что иначе не бывает у человека. Здесь этот размер тоже давал. Все. Вроде бы все. Что тут еще обсуждать? Это вообще примитивно все. И делается по месту. Берется токарный станочек. Вот я сейчас там буду ось протачивать дальше. И на маленьком токарном станочке все сам берешь и делаешь. Правильно, Володя? 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 Много занят. Как занят? Как занят? Тут видишь, еще проблемы есть. Наверное, что все мешают. Что-то варится. Выточка. Сюда малую. Проточка. Да. И что? Подожди. Тут все взаимосвязано. Начинает думать и своей головой. А он думает, конь победил, маршал. Тут все уже пизда. Тебе раздавят, блядь, сука. Простой пыль с колхозь. Насерят, блядь, и пойдет дальше. Рубить. Как вот эти американцы. Кажется, на географии. Это, говорит, Северный полюс. Советский Союз. Они там, говорят, города. Там это пустота, пустыня. Дикари там живут. Которые вооружают. Это про нас, так говорят, в Америке. А такое, говорит, обучение было. А я говорю, а кто что-то мог? Я вопрос задал. Ну? Николай Тракосович. Извините, я говорю, вопрос. А кто это? Кто? Разведчики наши, что ли, там на уроках географии сидели или что? Ну? Их отуманивают специально. Не дают им информацию, что так полноц... И историю тоже искажают. Правильно. Ты же знаешь, что прекрасно получается. Вот так. По чуть-чуть все подгоняешь ручной и погнал. Никаких, кто-то... А, забыл очки один. О, молодец. Космонавт. Покорение готов. Я не станю по глазам, не дай бог. А, молодец. Правильно. Подпустил нормального словца. Зачем, непонятно. Какого ты разряда, крановщик? Твертый сразу дали это... Самый низший, а пятый дали всю жизнь проработать. Ну, сколько лет ты работал на кране? 65-го. Правильно. А с крана подпускал мощного словца или нет? Было. Было дело. А какой ты объект самый большой ронял в своей жизни? Ну, неудачно грузил. Были ли такие вообще? Или ты всегда на высшему разряду сидел? А? Нарушение, в смысле? Ну, не нарушение, а лажи. Там, уронил, например, пол дома там или обвалилось. Что-нибудь такое? Дом я уронить не могу. Я могу только разбить его, блин. О, но разбивал... Расскажу когда-нибудь потом. Ты сразу не поймешь. Союз и вообще Россия, Русь это... Кладбище для завоевателей. А я... У меня же тоже в башке собирается все. Читать книги надо, любить историю и географию. Ну. Ладно, работаем, работаем, Володя. Работаем. Мы не закончим, потом будем. Не закончим. Барбаросса перед смертью. Ты никогда живешь? С русичами дружите, не воюйте. Ну, это да. Подождавали. Это да. А эти дебилы же пизде получили, что Александра Невского. 25 человек уже. Да. Побил их, блин, на Чудском озере. 700 лет проходит. Они что, думаешь, что Александра Невского там преподавали в школе на истории? Не. Хуя ли, блин, свою победу, танки, все, блядь. Ну, мы же Родину защищаем, свой дом, блин. А вы лезете. И каждый человек оценивает свой дом. Вот это исходить, полетить, это... Как оно называется, это, блядь? Кумекалка. Ну, да. Ничего не успеем. Нас ладный бой, наш смертный бой. Слава тебе люди уровень daha нашу землю. Субтитры создавал DimaTorzok